Детали старого громкого дела. Вот так журналист Олег Лурье призвал обратить пристальное внимание на появление интересных подробностей вокруг одного из наиболее резонансных и загадочных преступлений десятилетия на территории России. А именно убийство крупного бизнесмена Александра Минеева. Тут, наверное, стоит напомнить, случилось все в Королеве зимой 14-го, когда основатели фирмы «Партия» средь бела дня расстреляли в собственном автомобиле. На вопрос, кому это было нужно, четкого ответа до сих пор не прозвучало. Есть несколько открытых уголовных дел. А также периодически появляются весьма любопытные версии. Недавние от Рината Усатова, молдавского политика и предпринимателя. На встрече с корреспондентом «Новой газеты», как утверждается, во-первых, предоставил многочисленные документальные доказательства того, что еще до гибели Минеева некие заинтересованные лица начали готовиться к переделу его активов и смене бенефициаров. Ну а во-вторых, назвал конкретное имя Герман Горбунцов. Что же это за человек? И при чем тут Молдавия? Узнаем у Антона Подковенко. Антон, приветствую вас. Приветствую. Вот очевидно, тут вырисовывается какая-то международная криминальная схема. И очень масштабная схема, действительно, потому что Герман Горбунцов – хамелеон, что называется. Каких еще поискать? И история с активами Минеева только одна из многих. Как миллионер-миллиардера ограбил. В смысле, Герман Горбунцов, Александр Минеева. Горбунцов – бывший банкир в Лондоне, сейчас скрывается. В России на нем висит уголовное дело по подделке банковских векселей. В Молдавии тоже немало вопросов по финансовым махинациям. Ну а выходец из нового русского бизнеса 90-х Александр Минеев был известным в нашей стране бизнесменом. Создал первую в России сеть супермаркетов электроники и пять лет назад расстрелян киллером в Королеве. Очередь из Калашникова. Расследование не завершено. Молдавский политик Ренат Усатый видит в произошедшем руку Горбунцова. Если бы он не знал, что через месяц и неделю Минеева убьют, зачем он начал подготовку к ликвидации его активов? Потому что пока Минеев был живой, никаких действий юридических не было. У меня есть эти терабайты информации про всю криминальную деятельность Горбунцова. Как про всю? Про период 2013-2018 год. И я уверен, что в этом должны быть заинтересованы и правоохранители органов Российской Федерации, и других стран мира, где были совершены те или иные преступления. А их очень много. Как все было с Минеевым. Акционером его 18 компаний являлась фирма в Гонконге Crazy Dragon. И вдруг у всех этих компаний сменились и учредители, и руководители. Потом Минеева убили, его адвокаты вернули контроль над предприятиями. Но тут сменился собственник. Сразу у головной фирмы, у Crazy Dragon, им стала компания Forus Corporation. Подконтрольная, ну кому бы вы думали, Герману Горбунцову. После разговора с Тимуром Исаевым, который многие годы там работал с таким ближайшим помощником, советником Горбунцова по Китаю, у меня никаких сомнений оставилось. Потому что еще в декабре 2013 года Горбунцов просит Исаева подобрать номиналов двух африканцев. Луабей Мулумбу и Ричмонда Чана. Когда я услышал эти фамилии, я переспрашиваю Тимура. Слушай, что ты сказал Луабей и Ричмонд? Это же люди, которые возглавили минеевские офшоры в апреле 2014 года, через три месяца после убийства Минеева. Да, говорит Тать Танец? Осенью прошлого года ФСБ исследователи обыскали столичный офис Форус Корпорейшн, изъяли документы, задержали соратника Горбунцова, адвоката Вадима Веденина. А вот новые фиктивные руководители бывших минеевских фирм Каледина и Шибаков успели из России сбежать, как и сам Горбунцов. Мы имеем дело с очень опытным и изворотливым жуликом. Он неоднократно фигурировал в разных делах и действительно выходил сухим из воды. Я думаю, британцам выгодно иметь такого человека, который является живым воплощением того всего негатива 90-х годов, начала 2000-х, которое имело место в предележе собственности в России. Горбунцов мошенник международного масштаба. Он и с Браудером вел некие дела через зафилированные банки. А в Молдавии у него вышла странная история с Владимиром Плохотнюком. Они сначала были не разлей вода, а потом до покушения на Горбунцова даже дошло дело уже в Лондоне, правда? И киллер признался, что это был заказ от Плохотнюка. Но сам Горбунцов, придя в сознание, повесил все на Рината Усатова. В общем, биография напоминает запутанный детектив. В 18 лет он сел в тюрьму за разбой на 3 года, потом стал бизнесменом и уже много компаний. Очень близко дружил с Алексеем Хренкелем, тем самым которого обвинили в убийстве. Получил срок замглавы ЦБ России Андрея Козлова. Горбунцов вовремя отрекся от него, заявив, что не имеет отношения. Доказать его отношение к убийству не смогли. Кто стоял за киллером, расстрелявшим Александра Минеева, пока неизвестно. Но вот крушение его торговой империи обеспечил, похоже, Герман Горбунцов, который в Лондоне весьма ко двору пришелся среди прочих якобы политэмигрантов. Ну, неудивительно, с таким-то прошлым. Антон Подковенко о лондонском следе в убийстве бизнесмена Минеева. Ну, а сейчас Дмитрий Щугарев дополнит информационную картину дня. Дмитрий, вам слово. Да, Алексей, приветствую. Ну, еще, да, коротко о некоторых новостях сегодня. Итак, Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана.